Я думаю, что у каждого человека свой критерий греха и грехопадения как такового. И вот сказать вот то-то и то-то и то-то, а один, так сказать, не помог старушке, который был нехорошо, полжизни будет мне при глазами эта старушка с протянутой рукой, а он перешагивает мимо. А для другого, понимаете, не грехом является команда огонь и залпы по людям, которые погибли в большом количестве. И для него не будет это грехом, а будет что-то грехом такое, что вот маме он не приехал и не попрощался с мамой перед смертью. Понимаете, я специально беру совершенно разные эти самые, что же такое грех. Сегодня, к сожалению, подлинно религиозных людей мало. Это мода, это, так сказать, попытка быть сегодня и так далее. Очень мало людей, которые искренне верующие. Я даже не говорю ортодоксальную веру, как таковую злобную, с утра до вечера и так далее. Я сейчас просто говорю о вере, как о факте. И я, так сказать, не принадлежа никакой религии вообще, живу с Богом в себе. Во мне есть Бог, который мне управляет мной, правильно я делаю или неправильно. И я, так сказать, мне жалко время поехать куда-то, там молиться и что-то еще делать. Я сейчас говорю, определенная часть людей, которые придет в эту церковь, придет в эту синагогу, придет в эту исламскую мечеть, придет туда, и ему станет легче от его молитв и так далее, покаяний. Понимаете? И слава Богу, если он подлинно, по-настоящему, все остальное, так сказать, это демонстрация моды. Стильно сейчас, стильно верить, стильно иметь своего духовника, духовника, как правильно. Это все очень стильно. Я по воскресеньям хожу туда-то и туда-то. Если ты ходишь по-настоящему сердцем, если ты постишься не того, чтобы от этого дела похудеть, но сейчас же модно, пост, понимаете, вот такой великий там русский православный пост. Я сейчас, так сказать, говорю, делайте, но если надо, чтобы внутри это было, а не снаружи. Процитирую Христа, Христос говорил, делай так, чтобы не кричи, я верую, верую. Делай так, чтобы люди сказали, он верует. Вот и вся история. И все, так сказать, весь ответ по поступкам, по деяниям своим. Поэтому где находится грех, у каждого он где-то в каком-то своем месте. Теория того, что даже ребенок невинный, погибнущий, все равно грешен, это нехорошая история. Я был в Беслане, я никогда в жизни этого не забуду, что они сотворили, понимаете? Не только там еще много таких вещей. Я видел, я чуть не умер от горя в виде этого. Вот где грех находится. Вот где самый страшный грех. Не знаю, где эти люди, что с ними произошло. Я знаю только вот это. Ничего страшнее этого нет. Безвинных людей убивать. А сейчас эти террористические формы протестов все страшнее и страшнее становятся. Вот, наверное, самый злобный грех. Никакая вера не может оправдать этого. Никакая. Это все страшно. Никак один человек не должен быть физически умершлен. Тогда это будет в любом случае грех. Вольно, невольно это делать, ты идешь на то, чтобы взорвать. И даже если ты погибнешь, ты все равно будешь весь в греху. И никакой тебя рай не примет, если он существует. Субтитры сделал DimaTorzok